Всем привет! Мне хочется рассказать, что за лайфхаки есть для того, чтобы ком быстрее работал. Ну, тут надо оговориться, что я буду говорить про ком быстрее работу для разработчиков, потому что, наверное, если, например, дизайнер или 3D-моделлер, у него, наверное, требования другие будут, а у нас требования свои. Ну, в двух словах могу рассказать, какое у нас его орудование, как я его оптимизирую, потому что я практически все компы лично настраивал, здесь у меня же много шорткапов скопилось. Соответственно, наши компы совпадают, они обладают кучей преимуществ. Первое, наверное, это то, что у них все детали соответственно заменяемые и заменяемые легко, очень просто. То есть я там винчестер могу поменять за минуты-полторы, наверное, на две при желании. То есть он заменяемый, легко. Конкретно у нас в наших компах стоят самые топовые процессоры, которые эти компы могут выдерживать. То есть там у нас стоят i7, четыре ядра и восемь потоков. Конечно, это они не самые последние, и они, наверное, проиграют последние, на которые ксиончики идут, падают с ксиончиками. Но если взять на три-четыре повторения больше процентов, то, я думаю, разницы вы не себе заметили. То есть если их оттюнить, у нас все должно летать. У меня такой подход. Если что-то не летает, значит что-то идет не так. Поэтому если у вас какие-то консерны, то сообщайте. Соответственно, поскольку мы работаем с местными тяжелыми проектами, особенно сейчас виртуалки много поднимают, то, соответственно, у нас как минимум 16 оперативов. 16 гигабайт, ну и все, да? У нас была пора, если когда было нужно, и мы пропарабанивали специальный комп, на котором 160 оперативов. Ну, в общем, там хватало. Вот, что интересно, из интересного, если кто-то там хочет комп стационарный, то достаточно, но имеется в виду не ноутбук, а поставьте дома комп стационарный, то можно купить легко несколько сервер, например, Xeon, который потом несколько лет, он сделает все, будет стоить намного дешевле, и память к нему стоит, вот я докупал, по-моему, 64 гигабайта оператива, и это мне вышло в 1000 гривен. То есть вот для памяти ECC, которая серверная, просто главное не брать последнего поколения. Вот она как-то моментально падает в цене, вот как самый топовый продукт, это вообще если брать любые продукты, которые очень дорого стоят, через время они очень сильно падают в цене. Вот, и условно, ну вот цифру могу привести в наш сервер, который там, что-то у него, по-моему, я могу ошибиться, но примерно скажу, 20 ядер и 40 потоков, по-моему, 120 гигабайт оперативы, два процессора Xeon, то есть я не знаю, что нужно сделать, чтобы перебить его. Вот, спон, стол в районе 1100 долларов. То есть, мне кажется, это исключительно дешево. Если мы попытаемся поднять такой на Амазоне, у нас за месяц сожрет в 3-4 раза больше. Поэтому кост-эффект, ну, понятно, что это как дешевиза, то вертуальность, там есть свои плюсы. Ну, в общем, если вы... Есть, в общем, вот такой вариант, который очень интересный. Так, что касается... Что еще там? А, ну да, ВИН, конечно. Уже все-таки 21 век, поэтому, разумеется, все должны минимум на SSD быть, вообще, если у вас на каком-то компьютере стоял диск HDD. Ну, это вообще, это уже позапрошлый век, никто уже, конечно, с такими вентами не работает. Хотя они в расчете на гигабайт, конечно, очень дешевые, и если хранить там просто информацию, которая вам не сильно нужна, это отличный вариант. Ну, конкретно для работы, ну, не подходит, потому что просто меня нет. Что еще? Ну, соответственно, теперь остается, что внутри. Ну, да, чего у нас не оптимизировано? Ну, это у нас видяхи. Нам видяхи не нужны. Видеокарта. Они практически все там достаточно слабенькие. Ну, вот нам на два монитора, которые под 2-4 стака, в принципе, хватает. Конечно, было бы классно 4К, но пока нам и таки хватает. Поэтому эти ноты нам, в принципе, идеально подходят. Ну, я вообще молчу про то, что он совместим с док-станцией. Взяли ноты, перешли, установили. Дома можно док-станцию. У нас, кстати, запасные валяются. Если кому-то дома нужна док-станцию, говорите, я вам дам. Дома включите к моду. Так ставите, чпок. И все. Просто монитор как-нибудь можно поставить. Любой клава удобная, а не обычная. Теперь, значит, внутри... Теперь система. Ну, вот мы поставили, там, ну, у нас, там, винда условно. Что я делаю для того, чтобы все летало? Опять же, если не летает, говорите мне. Ну, во-первых, у меня есть специальный скрипт, который сносит все по умолчанию приложения. Ну, очень много приложений. Три, наверное, которые он сносит из винды, которые просто не нужны. Игры, очевидно, всякие майкрософтовские тулы. Отключать Defender, который нереально тормозит при работе. Там, я сейчас буду так... Музыка майкрософтовская. Ну, в общем, все вот эти штуки, которые кто хотел один раз использовал, то плюется. То есть все отключаем по возможности. То есть просто, чтобы оставить... У нас одна задача. Чтобы идея и еще пара программ летали. Соответственно, идее нужно много оперативы и процессора. Виртуалке нужно много оперативы. Ну, в общем, чтобы ничего стороннего не крутилось. Соответственно, если... Ну, конечно, винда бывает ругается, что нет там антивируса. Ну, я тут как бы беру на себя риск. Да, возможно, антивирус зажирит систему. Такое, кстати, у нас было один раз. Я расскажу сейчас. Сервер. Ладно, сейчас расскажу. Вот. Соответственно, просто все постороннее отключаем. Отключаем антивирус. То есть получается, что система голая. Как бы на нее поставить это что нужно? Ну, ничего постороннего не крутится. Соответственно, ничего не зажирает вот эти ресурсы, которые теперь полностью доступны вам. Значит, второе. Восьмое. Вот основной наш тул для работы – это идея. Там есть даже несколько статей в интернете, которые рассказывают, как оптимизировать идеи для быстрой работы. Опять же, суть такая. То есть если у вас что-то не летает, то мое мнение, что вы что-то сделали не так. То есть все должно работать предельно быстро, это как вот у… Ну, представьте, например, что вы легли на операцию. Ну, тьфу-тьфу, наверное, по-другому. Кто-то лег на операцию. И вот приходит хирург, который должен там сделать надрез. У него тупой нож. То есть, ну, наверное, это не самый хороший профессионал, если нож тупой. Не дай бог, чтобы хирурги резали ножом. О чем я? Ну, сказали. Ладно, слушай, я не специалист. Ладно, я аналогию простую приведу. Вот. И, соответственно, если у нас наш нож не острый, то есть железо не позволяет удобно и комфортно быстро работать, то это значит, что-то с ним не так. Вот. Есть несколько сетей по поводу того, как оптимизировать EPU. Парочка основных хентов. Ну, во-первых, там куча плагинов, которые идут по умолчанию. Они не нужны. Они как бы на все случаи жизни, но на случай жизни они их можно пересчитать по пальцам двух рук. Поэтому примерно 60-70% всех плагинов можно отключить. Это заметно сразу на старте идеи. Она стартует примерно в 3 быстрее, когда отключаешь все ненужное. Плюс она просто мусор убирает визуально. Это все плагины какие-то, которые вы никогда не нажимаете, у вас кнопочки лишние. Одно их выбирает. Второе. Значит так, минус плагины. Второе. Если большой проект, обычно у него есть много папок связанных не с кодом, а с чем-то еще. Ну, например, с логами, или с другими файлами, текстами, или просто с данными, с текстами данными и так далее. В идее есть такая опция, которая называется Exclude. Она особенно помогает, если у вас очень много, например, старых логов лежит. Что она делает? Она исключает директорию из индексации. Соответственно, у вас индекс занимает меньше места, поиск быстрее, поиск не происходит по абсолютно левым файлам, а только по тому, где нужно. И Boost, скажем так, очень заметен тоже при поиске нужных элементов, объектов и так далее. Ну, плюс просто не всплывает посторонне. Из основного, наверное, все. Ну, то есть последняя идея сама предлагает себя там добавить в исключение антивируса. Ну, вроде как. Но поскольку мы здесь уже пытались его отключать, он, сволочь, с каждым обновлением винды сам включается. Хотя ты ему хардкорно говоришь, там ставишь, выключаться. Но, в общем, даже если он сам включается, там у него отдельно еще включаются некоторые компоненты, которые позволяют быстро работать. В общем, опять же, если кому-то нужен дескрипт, я могу скинуть. То есть ставите Windows, запускаете дескрипт, он сносит 30 программ, выключает антивирус, это все, что нужно делать. Вот. Да, еще один прикол. Это очень интересная заметка. Поскольку мы, ну так, исторически стажировали, я знаю, что не все разделяют, мы до сих пор пользуемся скайпом. Вот. И по умолчанию, оказывается так, скайпа есть два. Первый, который идет из магазина приложения, а второй, который идет просто как файл, скачиваемым и запускаемым. И вот, оказывается так, что скайп, который из магазина приложения, который установлен по умолчанию, он нереально тормозит, и любая вообще попытка связаться по видеосвязи на нем вызывает то, что вся система, все остальные окна, хром, идея, начинает так жутко тормозить, что им просто нереально пользоваться. Поэтому, соответственно, мы его тоже слусим и ставим скайп, который... Пишешь, скачать скайп. И, соответственно, он тебе дает скачать инсталлятор, MSI, по-моему, ну, не важно. Этот скайп, скажем так, таких глюков не вызывает. Я не знаю почему, просто как файл. Ну, и разумеется, когда для того, чтобы проверить, что все сделано нормально, потому что бывает так, что, ну, изредка бывает так, что, например, система нити драйвера подтянула, и почему-то процессор 8-ядерный начинает как-то тормозить. Ну, и я запускаю, например, юзер-бенчмарк. Ну, это просто бенчмарк, который прогоняет тесты по всем компонентам. По памяти, по процессору, по винту. То бишь, если где-то перфон у нас просядет, я это сразу увижу. И, соответственно, буду знать, что не так. Потому что вот почему-то бывает так, видимо, в зависимости от того, какой очередности обновления останется, я не знаю. Иногда бывает просто проседает, например. Не знаю почему. То есть я не нашел причину, просто перестанешь винду, вот аккуратно еще раз вот делаешь, и он начинает тормозить. Непонятная причина. Вот. И в целом, ну вот, после этого, грубо говоря, вы уже пользуетесь теми внутренними вот так на свой, например. Какие вопросы? Про вирус. Что-что? Про вирус. Про вирус. Смотри. Тут есть, да. В общем, одним прекрасным субботним утром, да, я решил зайти на панелёнки на серого. Обычно обновить, да. Чтобы было время, если что-то пойдёт не так с обновлением. Какая проблема с обновлением? У нас сервер без монитора. Ну, сервер стоит. К нему заходишь на удаленный рабочий стол, запускаешь обновление, а обновление меняет почему-то тип сети. И с приватной в публичную. И, соответственно, RDP недоступен становится. И, соответственно, я не могу больше подключиться к серверу. Ну, вот такой пришёл. Ладно. То есть, тащишь туда к нему монитор, подключаешь физически. Ну, отдельная история. Ну, в общем. И одним днём я захожу на сервер и вижу следующую картину. То есть, у меня, вот как, знаете, программ-файл с Windows. Вот такие вот обычно папочки. Ну, например, на диске C. И они все названы как-то странно. Доллар, XYZ. Вот такая штука. На диске D то же самое. И смотрю только на Redmi. Я думаю, ага, интересно. Я читаю Redmi. Ваши сифалы закодированы. Будьте добры, пришлите нам там энное число биткоина. Иначе вы свои данные не получите. Вот. Получилось как? Но, видимо, ангел спустился с небес. Потому что так оказалось, что буквально предыдущим вечером у нас делался полный бэкап системы. Вот. Поэтому я потратил немного. Всего три с половиной часа для того, чтобы всё восстановить. Вот. А после этого доступ на сервер я никому не даю. Потому что там проходной двор был. И что там произошло, понять мне не хотелось. Сказать виноватых лучше это просто. Вот. Теперь сервер у нас это свято. Вот такая история. По поводу того, почему здесь отключены... Ну, как отключены? Кто-то, конечно, оставит себе или включает. Он автоматически включается в своем инструменте вируса. Ну, здесь есть трейдов между тем, что у вас заразит вирус, и, например, уничтожит всё на диске, и постоянно сидеть на тормозном компьютере. Вот. Я готов периодически перестанавливать в виду, но постоянно кайфовать от того, что у меня всё летает. Всё. Вот такая идея. Какие ещё вопросы? Ответ вам вопрос? Может, что-то ещё раз сказать? Какие вопросы ещё? Хорошо. Спасибо. Кто-то хочет продолжить? Спасибо. 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 Спасибо.